привет всем любителям физики астрономии других точных наук с вами андрей щетников не так давно мы сняли ролик о том как люди измеряют расстояние до ближайших звезд с помощью параллакса и компетентные зрители написали что хорошо бы тогда рассказать и про аберрацию света действительно хорошо и сейчас я этим займусь а явление аберрации открыл в 1728 году английский астроном джеймс брэдли но вообще-то он хотел параллакс измерить обнаружил нечто другое и сейчас мы поговорим о том как был устроен его инструмент и что же он такое открыл брэдли для своих работ использовал специальный телескоп рефрактор который смотрел в зенит и при этом мог немного наклоняться меридианальном направлении и это отклонение оси телескопа от вертикали регулировалась и измерялась с помощью микрометрического винта с точностью до половины секунды дуги для своих наблюдений брэдли выбрал звезду гамма дракона потому что в местности где проводились наблюдения она проходит почти через зенит а еще она яркая ее можно наблюдать телескоп не только ночью но и днем и вот он обнаружил что в течение года эта звезда проходит через меридиан не в одном и том же месте но совершает своеобразные колебания к северу и к югу размах которых составляет 40 секунд дуги когда такое необычное явление обнаруживается надо прежде всего инструмент проверять чем брэдли занялся но с телескопом все было в порядке еще он понимал что это не параллакс потому что при параллаксе скорость движения звезды вдоль меридиана от наблюдения к наблюдению от дня к дню должна была быть максимальной в марте и сентябре а в его наблюдениях она была максимальной в декабре и июне еще одна гипотеза стояла в том что это может быть нутация то есть такое небольшое покачивание земной оси которое привело бы к аналогичным результатам но наблюдение других звезд показали как бы я не буду эти выводы сейчас приводить что это и не нутация хотя нутацию именно брыдли обнаружил 20 лет спустя она таки существует ну и поскольку эти объяснения были отвергнуты нужно было искать новое и вот что брэдли придумал и чтобы понять это объяснение удобно представить что вы едете в поезде а за окном идет дождь и хотя капли дождя на улице падают вертикально вы видите как они наклонно скользят по стеклу а все дело в том что в системе отчета поезда скорость капель складывается из вертикальной скорости падения и горизонтальной скорости с которой земля движется мимо поезда а это и есть скорость поезда взятая с обратным знаком чем быстрее идет поезд тем сильнее капли отклоняются от вертикали и тангенс угла отклонения равен отношению скорости поезда в скорости падения капли и если бы вы ехали на открытой платформе под дождем и пытались поймать в трубу дождь который падает с неба то вам пришлось бы держать трубу наклонно чтобы капли пролетали насквозь а теперь представьте что эта труба это телескоп и вы ловите в него свет который идет от далекой звезды а ваша платформа это земля которая вращается вокруг солнца и я изобразил землю на орбите и свет от звезды идущий перпендикулярно плоскости орбиты из полюса эклиптики он как раз находится в созвездии дракона чтобы наблюдать такую звезду трубу телескопа придется наклонить по ходу движения земли а через полгода труба окажется наклоненной в противоположную сторону годовой угол качания трубы по данным брэдли составил 40 секунд дуги значит угол наклона телескопа по отношению к истинному направлению на звезду равен 20 секундам и теперь зная величину аберрации мы можем найти скорость света катангенс этого угла равен 10 тысяч триста и во столько раз скорость света больше чем скорость земли на ее орбите но мы с вами знаем что скорость земли составляет 30 километров в секунду умножаем на это число и получаем триста десять тысяч километров в секунду на три процента больше точных современных данных очень неплохой результат но кстати сказать брэдли в таком виде результат представить не мог потому что он еще не знал с хорошей точностью расстояние от земли до солнца оно было определено позднее по прохождению венеры по диску солнца и у нас об этом есть отдельный ролик ссылочка внизу но зато он мог посчитать за какое время свет доходит от земли до солнца и это время по его данным составила восемь минут и четыре секунды а теперь мы можем перейти к разным занимательным вопросам и вопрос первый будет такой вот я говорю про годовую аберрацию которая связана с тем что земля движется вокруг солнца по орбите со скоростью 30 километров в секунду но ведь и само солнце движется вокруг центра галактики со скоростью двести тридцать километров в секунду почему же я про такую аберрацию ничего не говорю ну такая аберрация действительно есть но она не относится к вещам наблюдаемым в том смысле что чтобы ее заметить нужно чтобы солнце совершила значительную часть своего полного оборота вокруг центра галактики ведь все это явление основано на том что наблюдатель меняет направление своей скорости и удерживая в уме этот факт вы конечно сумеете разобраться и с нашим заключительным вопросом который в этот раз будет таким пусть земля движется со скоростью 30 километров в секунду вокруг солнца и где-то там далеко есть другой объект который движется в том же направлении со скоростью 30 километров в секунду получается что земля этот объект относительно друг друга неподвижны будет ли здесь наблюдаться явление аберрации ваши соображения и анализ этой ситуации пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе мне нужно где-то Продолжение следует...